Пошла в город и не взяла воды сегодня. Думаю, воды так много везде, что я ее брать просто не буду. Просто не хотелось тащить. Постоянно я этот рюкзак перетянут, набит. Я как и шаг ползу в гору, еще хожу быстро и... жесть, конечно. Ой, здесь вечно затопляют вот этот пятак. Хоть бы его насыпали как-то повыше, или что. Вроде часть города. Так, что вам рассказать интересного? Про Черную Пятницу рассказала, про шифры, запреты рассказала. Многие спрашивают люди. Женщина написала в группе. Хочу видеть настоящий праздник. Вернее, дочка ее хочет приехать в Загреб. Увидеть настоящее Рождество, дух праздника. Ну, по погоде не факт, что будет снег, конечно. Ну, в горах где-то, да. В городе его и так расчистят, сам растает. Редко, когда прям завалы там какие-то были. Я столько лет помню только в районах таких, удаленных от центра больше. Здесь продувают, конечно, так нехило. Красиво украшают город, да. В прошлом году, или позапрошлом, позапрошлом, наверное, уже что-то время быстро летит. Уже не помнишь, в каком году было. Ну, в общем, один раз было очень красиво в плане щелкунчика тема была. Прям старый город и от центра украшали. Знаете, в чем проблема сейчас? Все говорят, как приехать, какие запреты, что можно, что нельзя. А ты человеку можешь сказать, как оно, в принципе, приблизительно выглядит. Смотрите, получился такой бассейн. Вот летом, кстати, такой муры нет. Тут насыпают просто песок, насыпают. Ой, так сильно дует здесь. И у нас летом дожди, это ну так редко, действительно, что прям сильно. Сегодня потоки такие утром были жесткие. У тебя дети могут и искупаться. В общем, что? Никто ничего не знает, что будет дальше. Почему? Потому что вроде никого не напрягают сильно. Забастовки, кстати, проходят в стране. Многие люди против многого. И, в общем-то, власть, ну, можно сказать, не сильно напирает. Сейчас я не могу даже завуалированно вам рассказать по одной теме. Она прям, ну, очень запрещенная. Настолько, что я, например, просто не смогу высказать вам ее здесь, потому что это прикроют. В общем, произошла однако ситуация прямо на хорватском телевидении. Ну, настолько жесткое высказывание от одной, скажем так, ответственной особы, что у всех волосы на голове дыбом встали. Там уже говорят, это надо на суд, это надо там серьезно решать. Так что, в общем-то, более-менее благоприятная ситуация в плане, что не страшно строго все. Но, с другой стороны, видите, может быть, что-то изменится. Может, воткнут какие-то мелкие ограничения. Может быть, ну, праздники, тусовки, рестораны — это понятно. Там будет все это действовать. Но опять по переездам. Черт его знает. Вот реально, каждый день можешь ожидать какие-то изменения. Ну, я рада, что пока мы можем зайти в те же самые магазины, в центры какие-то. Я не думаю, что народ прям сильно тусит и рванул. Ни из-за этой пятницы, ни из-за скидок, ни из-за чего. Потому что, сами знаете, во-первых, это проходит все хреново. Ничего особо не найдешь. Во-вторых, у нас здесь особо народа тоже нет. Не сказать, что видите, прям толпами все бегают. Слушайте, может, никого нет, потому что все по магазинам расхватывают. Ну, я до торгового центра дойду. Если меня прям уж пошлют, пошлют. Если мне неправильно сказали, проинформировали, то там есть Lidl, в который я свободно могу двинуть. И там, кстати, какие-то очень крупные. Вот там, действительно, какие-то акции прям супер-пупер. Ну, посмотрю. В принципе, для самого дня рождения-то для дочки все есть. Мы же вперед закупали пару раз. Отмечали мы дома сами. Потом ей очень наш сосед подарок такой бомбический сделал. Священник. Потом с подружкой она отметила. Вот завтра будет уже чуть больше детей. Муж предлагал, говорит, поехали в реку. Давай пойдем там походим в пару торговых центров. А если честно, я даже не захотела ни вне рядом. Такое скудное украшение несчастное. Я не захотела вообще в город. Во-первых, по такой погоде, по этой грязи мотаться. Смысл мне переться, например, в центр. Что-то я воды так хочу пить, и я уже пить хочу. Привычка, что постоянно, если я болтаю, сейчас там на колонку есть старинная, вроде работает. И у меня такое ощущение, что я на камеру цыкаю, как бы через зубы говорю. Самое аж неприятно. Вот. И смысл не тащиться по этим, типа, черным пятницам, если уже через, ну, два месяца у нас будут супер скидки. Мы в этом тауре, блин, или как правильно выговаривается, мы там по евро, по два закупали неплохие вещи. Коротки зимние были по 20 евро, по 30. Классные прям. Даже всякие марки на снижение были. Так что эти всякие пятницы. Это все фигня на постном масле. У нас сегодня, типа, писало 11-14 градусов. Ну, в общем-то, да, в городе не холодно по-любому. Так, что тут у нас? Нифига. Они скинули вот эту пимпочку, видите. Молодцы. Оно капает бесконечно. Это можно просто язык подставить и облизывать штучку. Ладно, я лоханулась, там у нас же городская была колонка. Не умру. Дотяну до центра. В общем-то, и такая атмосфера в городе. Такая ситуация, такая природа, погода. Сейчас такая иду тоже, знаете, думаю. Вот, как бы, вот я иду сейчас в Прусь. Я сама на пляже. С телефоном, с сумкой. А я, как обычно, прохожу напрямую туда, к драмлю. И потом пробираюсь через парк. Вот Диадреналин парк я миллион раз снимала. И прикиньте, если здесь вот эти перебежчики. Хрен его знает, где они вообще могут быть. Знаете, уже в голове такие мысли возникают. Типа, лучше не бродить уж прям самой где-то, не понять где. И всегда, по крайней мере, быть на стрёме. Потому что, потому всё кончается. Дау. Ну, я надеюсь, что они прям в открытую не будут так толпиться. Сейчас я проходила, ну, проходила мимо ДМа. И там, где было нападение. В общем-то, очень много студентов, много людей. Ну, думаю, там уж точно никто не будет ни на кого скакать. Ну, я просто к тому, что я раньше могла выйти в город. И вот так вот сама болтаться по пляжам. А ведь никогда не знаешь, кто вот так вот в кущах может. Ладно, ссыт кто-то. А если не ссыт, то я ссу. Приходится ссать. Ладно, я не знаю, как будет слышен звук. Сейчас надо проверить на камеру. Вернее, это видео, что я засняла. Это, наверное, они огонь-то. Еду готовили здесь на пляже. Проверю звук и дальше уже расскажу на тему, которая вас больше всего радует. Судя по просмотрам статистики. Спасибо.